добрый день это андрей шалыгин national explorer и у нас сегодня с вами видео которое называется катана на охоте или в ситуации выживания с чем связано кот ушел не про луки ухо и коньяча коза и массу канбала атака села руси один сенсу и кан кайгу на андрею шары геннер у нашину и экспореру дал кто смеется к вечеру долбоеб еще с утра с чем связано появление данного видео дело в том что в вортмане в крупнейшем магазине по продаже арчери товаров сейчас появились катаны причем не сувенирные а фултанги они в общем как бы предлагаются якобы из наличия но по факту эта ситуация изготовления да и это очень хорошо потому что то что вы можете там допустим где-то изготовить у стандартных кузнецов которые предлагают свои вещи на выставках там охоты и рыболовства на руси там и так далее значит это все по большей части шашки да или некое понимание по картинкам вот как оно должно быть при этом вы всегда покупаете нечто готовое если вы на алиэкспрессе это заказываете если вам даже удастся это провести вот как-либо до теоретически это возможно потому что свыше 50 сантиметров даже фултанг он разрешен к пересылке но также как и с луками и арчери товарами ситуация беспредела она касается и холодняка в том числе да если ситуация скрытого ношения отсутствует то есть лезвие больше 50 сантиметров значит вообще даже административ к тут не рассматривается вот а в принципе за холодняк уголовка только для продавца да то есть тот кто купил холодняк или взяли его с чем-то там до классифицированным как холодное оружие то это административка да ну и изъятие вот и штраф небольшой для продавца уголовка но так как она декримизирована настолько что просто это мама не горюй то даже уголовка она ничем не закончится да вот кроме там символического условного даже продавца даже в больших объемах вот но там семь принцип признаков холодняка существует да катана нарушается сразу целый ряд до признаков да и во первых если широсая то есть без суки без гарды там да так называемый в виде палочки до отсутствует удержание надежно изгиб соответственно превышение до острия лезвия над телом мы вместе наибольшего прогиба по направлению линии от рукояти превышает определенную тоже отсутствует признак да вот и соответственно скрытое ношение более 50 сантиметров блин там хоть меч кладенец до похрену да тоже отсутствует поэтому по трем признакам мы допустим широсая по двум все остальные катаны там куйте что угодно да ну естественно народ хочет full танки то есть из нормальной стали без всяких надпилов там пропилов и прочей фигни вот результирующий меч поиметь дело в том что они вот монеты появились для заказа не потому что просто как бы продукция появилась а потому что спрос определяет предложение да дело в том что спрос на хорошие мечи был не только в мое время до в семидесятых когда всех обучали вот в каждой подворотне да вот всему этому да и эти люди потом в девяностых устроили там везде веселуху да в перестройку да научить научили мозгов не включили дело в том что на самом деле все что я буду говорить оно относится не только к катане но и даже к обычные шашки да поэтому можете смело экстраполировать там на то что вам больше по душе дело в том что еще вот сам вопрос да там катана в ситуации выживания или на охоте ха-ха-ха глупости глупости на самом деле сто лет назад альтернативы вообще не было да то есть охотились то вообще в принципе да ну с пикой с копьем уж на что-то совсем серьезное там до казаки а так вообще нормальный там веселый лихой человек там до должен был шашкой управиться да со всем этим делом ну у вас коня нет мотоцикл в последнее время вряд ли не советское время с велосипеда вырубать никого не будете но естественно самотопом да при этом весь вопрос возникает в первую очередь у людей вот выборе меча чем хорошо заказывать это вордмен тем что вы можете все это заказать по своим характеристикам да вот ну я вкратце расскажу там да о своем мече до основном вот и соответственно дам вам соответствующие рекомендации ну которые дают с человеком которым это который этим занимался там не один десяток лет да скажем так да вот то есть я в школе еще там по шатакану имел поезд там да вот увлечение холодным оружием а ну за 25 лет безупречной службы у меня дошло до совершенства и последний раз я в 2001 году вот там когда вы был теракт 11 сентября я находился в японии все сего и соответственно и в этот день и на следующие там три дня до общался непосредственно там с наследниками клана ямато командующим 5 эскадрой сил самообороны военно-морских сил японии там да вот ну они тогда были силы самообороны сейчас они в мс они все последователи вот древних японских кланов и не водили меня и в семейные соответственно хранилище да и в музее великих мечей вот поэтому несмотря на то что я до этого много чему обучался я еще и в японии лично у представителей до крупнейших кланов там до сигуната и в общем-то самураев почерпнула определенные вещи до ответы на вопросы которые мне давали люди у которых это память поколений они написаны в какой-либо книжке мы самураи народ плечистый нас не заманишь книжкой марксистской поэтому читать нужно несколько другие книжки сейчас библиография то что обычно помещается в конце значит таки порядка лет двадцати тому назад я когда вернулся из последнего дальнего похода в японию ну там в сосибу в нагасаки ездил там вот все такое прочее но я там женился да в позапрошлый раз да то есть это если с конца то третья жена назад вот так там меня собственно говоря и командующий 5 эскадрой сил военно-морских сил самообороны японии и в общем то потомки клана клана ямато который с нами сражался в сусиме ну тогда был собственно говоря дата поминовения сражения в сусиме мы мы там были как раз вот на 11 сентября где когда башни близнецы рухнули да вот и они нас возили там в нагасаки в музее оружия там да и соответственно сокровищницу фамильную великих мечей и после этого хотя я очень много знал уже об этом ну потому что самый родился на дальнем востоке советской гавани и на камчатке там семь лет прожил там да вот знал ты умел я много уже к тому времени и пояс у меня уже был там до по шатакану вот но вернувшись оттуда я решил обновить свои знания да прошелся по магазинам тогда в 2001 году вот купил кое-какие книжечки чтобы понять современную трактовку да вот и современные издания потому что в то время нам недоступны были особо вот книжки бумажные там записывались мы на них там в очередь бог знает сколько чтоб хорошие подписные издания получить а вот сначала перестрелки и перестрелки все это конечно потекло в магазин и появилась такая возможность и соответственно можно было прикупить то что до этого там перепечатывали буквально на печатной машинке поэтому хотя суньцзы нам преподавали и военно-морской академии в училище да фактически суньцзы преподавали да вот и как и китайцам да на самом деле преподают да вот не знаю японцам преподают или нет не уточнял но китайцам совершенно точно преподают хотя вот в фильме морской бой именно японские офицеры упоминает о том что им таки преподают суньцзы вот поэтому в принципе если вы хотите там не херней позаниматься да действительно чет понять вам в первую очередь нужно там изучить несколько книжек да вот это вот все красненькое да это закладки мной сделанные да на мыслях и местах которые мне особо понравились я всегда так делаю на вот каких-то моментах а потом много раз перечитывая эти книги я по одной закладочки внимаю да когда мысль усвоена до конца да вот видите сколько неусвоенных мыслей за 20 лет я много раз так делал да и поэтому я даже одной книги покупаю несколько экземпляров и в том числе вот с расширенными комментариями да ну допустим вот искусство войны суньцзы вот такенная книжка да вот а есть искусство войны суньцзы вот такая поэтому когда вы в целом много раз это прочитали вы берете уже такую там пролистываете и уже понимаете да вот о чем мы вообще говорим суньцзы искусство войны вот собственно говоря да у дэдзин ну это общая философия до которую нужно понимать чтобы вы поняли вот то и так называемая вот книга самурая здесь несколько книг это можно собрание дополнять но как вот в этом здании суньцзы сделано здесь еще добавлено много всего чтобы понять собственно говоря сам трактат вот а здесь хакурэ нюммон хакурэ просто вот и буду все сенсю вот три книги здесь соответственно собраны и и это психология и только после понимания вот этой психологии стоит приступать к чему либо еще потому что вот допустим если вы не прочитали там мусаси книгу пяти колец нет смысла обучаться там обращению там с японским мечом ну нет такого смысла да вот потому что вы ничего не поймете кроме формальной техники а если вы это прочитали и усвоили то вам техника то уже не нужна потому что вот допустим мусаси пишет что в конце он настолько понял бой вообще в принципе что мог убить кого угодно чем угодно да и он специально там против там ста с лишним самураев там и рёнинов там с мечами шел просто с куском оглобли там да который выломал там ближайший там причал с рыбаками был он козыг от сети вырвал да пошел с ним и всю деревню перебил нахер блять вот человек понял как воевать ему уже книжки обучению великих мастеров не нужны он сам великий мастер он понял суть я вам вкратце эту суть примитивно на для определенных вещей я вам расскажу сегодня да если вы это поймете вот вам все эти книжки нахер не взрались будут вот он же сам мусаси ничему не обучался да но если вы идете формальным путем то вот ну по состоянию на 2001 год вот когда я все это обновлял после этого я ничего не покупал этого достаточно вот допустим есть самураи путь меча вот это гвозди в сергей александр глава школы в аджицу бон дэмлонг куда шестой дан черный пояс был такой дядечка вода здесь все как бы так и историчненько на вот это опять же теория но то философия а это уже ближе к практике ближе к мечу ну есть вот еще николас сум но вот это тоже шестой дан и айдо и другие традиционные искусства вот в мичигане это американец да здесь все вот там как к ты вот все эти дела вот понятно да формальные школьные lesson и урочки вот ну и собственно говоря так как мы в принципе разговариваем не строго о катании да а а вообще об искусстве там фехтование применение чего бы то ни было а чего я вам расскажу позднее там да и применительно там как охоте выживанию аудо и так далее то вот комбинированная книжечка нужна вам да чтобы понять и там техника фехтования мечом ножом и кинжалом но это иванов так так сказать катанский да иванов катанский да ну да но здесь вот все как бы вот это уже близко дам к нашим каким-то бумажкам там по самбо самообороны без оружия да да здесь вот техника фехтования мечом ножом и кинжал то есть вот такой какой-то объем книжечек надлежит прочитать да начиная там от философии вообще там путевольно да от философии вообще понимания этого мира да ну смысл то всего этого дела что все идет к смерти этим закончится ну главное умереть то по качественнее да не зря при этом пожив и поценив эту жизнь да вот ну то есть это книжки не для самоубийц хотя именно весенний ветер там до соответственно камикадзе именно оттуда ну потому что им пораньше бы как бы надо потому что там вот постигаешь жизнь до конца только умираем вот и соответственно начиная от философии до уроков формальное обучение техники каких-то приемов да можно в целом все это понять и в конце как мусаси претить пока понимание что все это нахуй не нужно потому что все это гораздо проще вот я сегодня постараюсь вам объяснить все это настолько чтобы вот этот весь путь там да соответственно прошли гораздо быстрее это поняв вот вообще весь смысл да итак у нас сегодня о катана применение японского меча вот ну и родственных ему соответственно образцов холодного оружия на охоте аудов туризма путешествия да и вообще-то в жизни значит что касается вот моего меча иллюзий конечно вам не следует питать такого меча у вас никогда не было и не будет вот дело в том что в свое время лучшими кузнецами россии была сделана шашка россия до подарена соответственно президенту российской федерации и он ее там вручил президенту соединенных штатов да вот и вот эти же мастера из этого же металла сделали более качественный меч это уникальная технология в общем-то раскрытые секреты аносовского булата в свое время ну ссылка на видео по сталям будет вот под этим видео и вы там посмотрите в принципе при желании вообще всю историю вот этих японских стали мечей и всего остального прочего значит когда был достоверно повторен секрет аносовского булата была создана улучшением из него новая стали еще дополнительно булатная да вот эти два вида булата были скованы в дамасский клинок да то есть дамаск из слоеных булатов один из которых чисто аносовский один из которых улучшенный да вот все это завернуто в кучу слоев и соответственно здесь не применен традиционный японский метод ни один из них ковки где там на несущую основу наковываются режущая кромка наковываются обкладки там до из дамасков да то есть вот ну наиболее традиционный способ косуми да вот ковки который называется сосу китае да на самом деле он применяется в основном для основной массы катан которые сейчас изготавливаются совсем простой совсем дешевый с малым расходом хороших металлов да внутри херня там да а снаружи вот в общем-то внешний вид да не более чем здесь это все полнотельный дамаск из слоеных нержавеющих булатов более подробно об этом мече внизу ну он мне в тринадцатом году обошелся в 280 тысяч вот ну по курсу доллар доллар тогда был 32-35 ну сейчас он там уже приближается к 70 сами понимаете что вот этот меч и на сегодня стоит там в районе полумиллиона причем это делали вот как бы именно мне да по заказу люди которые в общем-то мне более чем обязаны да ну это соответственно вот мой номер 070 159 вот мой логотип до шалагин андрей геннадьч в виде корабля да ну дракон я дракон да соответственно вот и вот соответственно у нас вот этот вот клиент клинок причем он сделан по моей форме это не характерная для катан окончание лезвия да то есть у него сая выполнена не классическим способом а именно для того чтобы вот этот вот удар до который горизонтальный идет для пробивания каких-либо доспеков или еще чего-либо вот вот чтобы этот удар шел прямо они как у катан соответственно с искривлением ходе лезвия значит то есть это пробивающая тяжелая катана причем ее толщина 9 миллиметров вот у цуки да соответственно вот причем в тубу это все естественное лезвие приходит туда здесь надписи там под рукоятью всех кузнецов там около 20 человек участвовал в изготовлении этого меча ну здесь вот соответственно номер до соответственно номер до златоуз 2013 год вот и номер мяча примерно аналогичный меч вы можете заказать у тех же мастеров на сайте лахтачевых то есть патриаршие мастерские оружейный лик до лахтачев и компания да вот вот можете у самого андрюхи спросить там да он и в инстаграме есть там да и в фейсбуке там вот где угодно и сказать что меч как у шалыгина но если у вас есть деньги вот на это дело в том что теме менеджеры мастера уже за это время конечно ушли то есть менеджером группы мастеров которые занимались заявлением этого меча был господин трофимов вот поэтому если обратитесь к лахтачеву или на сайт лика вот и попросите попросите чтобы господин трофимов создал меч подобный мечу шалыгина да то вот соответственно вы что-то положите там получите близкой ну здесь кожа скатов 9 скатов использована да вот соответственно весь мой стиль и здесь единственное что здесь вот минуки я попросил не ставить потому что я вам сейчас буду рассказывать о том какие характеристики для меча требуется лично вам по вашей антропометрии а вы там дальше сами разберете первое хват пальцы должны замыкаться то есть соответственно подушечка большого пальца должна примыкать соответственно ко всем остальным то чтобы диаметр рукояти соответственно соответствовал длине в вашей пальце размеру руки да длина меча значит причем я вам говорю то что должно быть исходя не из классических школ каких-то по изготовлению оружия японского там да или китайского а из того что из этого должно быть оптимальным значит вот если вы ставите меч вертикально он должен конец рукоятки находиться на вашей макушке да что то есть голова и меч должны быть на одном уровне а внизу конец ножен должен находиться в районе простаты да то есть там где ноги заканчиваются да для того чтобы вы могли с вертикальным мечом и пройти головой и на что-то сесть там да при этом меч не выходит за ваши говориты при выпрямленной в спине то есть как это выглядит да ну изгиб соответственно в соответствии с классикой должен быть ну в идеале это изгиб вашей спины там да ну приблизительно да вот сзади он должен быть здесь а в голове он должен быть здесь да то есть вот меч не должен выходить да здесь за голову и не виден должен быть да соответственно вот изгиб спины и дальше здесь вот соответственно вот здесь вот здесь значит для чего это нужно для того чтобы вы могли сесть хоть на лошадь хоть на мотоцикл с вертикальным мечом вертикальный меч не вот эти вот киношные позиции там где он под правую руку изгибом в левую сторону вот не вот этот вот да не вот этот вот да вот соответственно вот таким образом а прямо и чтобы не выходить за голову ситуация скрытого ношения для оружия сертифицирована как не имеющая возможности носиться скрыто это комбинация факторов которые вам очень могут пригодиться я вам покажу как это все делается значит что еще должно быть длина рукояти это дворучник это не европейский полуторник здесь должно быть одна рука вторая рука и третья рука должна помещаться вот здесь в середину ваша рука не чья либо а вот замерили и сделали вот вы здесь соответственно видите что здесь у меня всего вот если вот эту точку взять то я возьмусь рука у меня хват получится здесь здесь три руки для того чтобы меч был двуручный ну и соответственно размер цуки чтобы это исключало поражение костяшек ваших пальцев со стороны удара и прикрыто это было соответственно цукой ну здесь для этого традиционная выборка японская отсутствует в принципе японская так называемая тройка классическая то есть катана вакидзаси танта она состоит из трех предметов но на самом деле предметов 4 потому что вот как бы full катана кити да вот здесь вот есть еще один нож который вставляется между цубы и цукой вот таким образом да он соответственно проходит вырез вот в гарде да я я не применяю японских названий для того чтобы вы понимали о чем я говорю потому что я там могу все это там да на родном там да потому что там в атаку сила руси один сын сукан хай гунда поэтому я про японский также как и на 12 других языках разговаривают достаточно свободно я с вами там на нижегородском чтобы это было понятно вот этот нож он применяется для того чтобы если кому-то там отдаете оружие да соответственно вы этот нож оставляете у себя в процессе передачи его вынимаете отдаете наносите удары и вот это тоже такая вот небольшая примочка хитрых японских самураев да четвертый нож он тоже боевой он может метаться и так далее ну вообще он боевается там для выбивки предназначен чопчиков да так называемый который держит рукоять для подрезки соответственно тесьмы которая там служит и для ношения там и вообще используется в оплетке рукояти и так далее ну и даже просто мясо отрезать для того чтобы покушать вот японский меч носится изгибом вверх за поясом вот таким образом для чего для того чтобы вы во первых левой рукой могли держать его за рукоять и он был направлен достаточно горизонтально во вторых он лежит на поясе изгиба вверх то есть не ездит никуда вот эта рука служит еще балансиром и у вас нельзя выхватить меч потому что вы здесь его держите во первых во вторых вы соответственно можете его сразу ведущей рукой схватить и нанести удар с размахом от пояса сверху вниз лезвием вниз да то есть вот первый удар идет вот таким образом ну грубо говоря значит дело в том что это еще удобно потому что лезвие открывается да то есть если у вас такая ситуация но вот меч закреплен да вы соответственно там да можете просто схватить товарища за голову до притянуть его сюда и соответственно просто открыть меч да и перерезать ему горло ну можно открыть меч да и наколоть товарищи да ну и просто лезвием вверх что-то здесь порезать или подправить там самурайский ноготь многофункциональные соответственно правила ношения именно поэтому вот у европы это все как бы вот так потому что надо вынуть размахнуться ударить чтобы лезвие там до оказалось внизу еще сделать разворот а здесь удар идет сразу соответственно свой нас точно для по для этого же катана вешается назад за спиной вот вот эти вот положения боковые которые во всех кино встречаются это неправильные положения они характерны только тогда когда у вас два меча да и вы можете работать двумя руками а вообще но у нормального товарища должен меч висеть вертикально чтобы его всегда одинаково взяли любую рукой ну и так как мы говорим там о ситуации выживания то так ниндзюцу соответственно да требует для того чтобы носить меч да они более короткие скрытый быстрый лезвием от головы изгибом к спине чтобы рукоять далеко не отстояла от головы цука должна быть не очень большая чтобы вы здесь упав на спину по шею себе соответственно не сломали и меч для этого еще и привязывается сюда ну меч сзади предотвращает по всей площади вашего тела от головы до задницы удар плоский режущий сзади мечом то есть это защитное приспособление да вы поворачиваетесь и удар приходится не вам в поясницу в шею спину в голову да а соответственно в меч да то есть это защита своего рода от нападения сзади или от поворотом вот отражение удара спереди да вот значит как это носится значит используется вот этот вот ремень все ремни и узлы на катание они традиционные я вам покажу и другой узел да ну вот этот допустим он раскидывается вот соответственно одним вот этот ремень предназначен для ношения катаны но здесь два правила если соответственно ну скажем по-русски да практически антабка находится здесь то этот вариант предназначен для ношения его на поясе да таким образом под традиционным японским поясом катана дополнительно крепится к поясу да вот но правильно у катаны делать здесь соответственно вот закрепление для несущего ремня здесь его нет потому что это катан и так держится нормально значит для того чтобы было видно я возьму обычную веревку вот это иметь должен быть достаточно крепкий даже шнурки для ботинок не подойдут вы всегда должны иметь возможность кого-то этим ремнем задушить грубо говоря самый надежный и тихий способ уничтожения товарища это взять накрутить потом на руку да и держать пока не перестанет дергаться до дешево сердит и все нормально значит веревочку делать делим на две половины обычно соответственно делаем обычную удавку закидываем на лезвие лезвие меча да и затягиваем вот у нас почему здесь кожах кота стоит потому что она рифленая вот он так будет держаться сколько угодно долго да значит дальше мы меч отправляем соответственно за спину вот по лямочкам у нас идет вот здесь это у нас получаются лямки как рюкзака вокруг себя оборачиваем здесь в принципе можно там туда обратно сделать несколько раз вот японцы любят вот это вот хиротень с длинными веревками они их используют еще там для спускаться для откуда-то куда-то чего-то да вот соответственно на мне катана закреплена про вид ли но значит по доставание мяча до взялся и начинаю соображать блин что же я хотел вам показать катана еще должна быть сделана по длине с учетом ваших рук у кого какой длины тела еще важно какой длинные руки вы должны ее достать в таком положении для того чтобы рука позволяла вам ее достать стоящую ровно за головой наклон еще может быть вызван катаны тем что длина катан не соответствует длине ваших рук а она должна соответствовать вы должны смочь вынуть вот соответственно вот меч из такого положения основываясь одной рукой основываясь на длине вашей руки да этот меч сделан по длине моей руки да вот ну а ты это еще зависит от высоты и расположения и сзади поэтому если не очень у вас что-то попадает это зависит от одежды и от всего до сколько слоев под этим делом и чего находится у его можно приспускать дальше ниже но при этом лезвие не должно существенно торчать снизу ну вот длина руки да поэтому меч должен быть сделан по антропометрии до захват от головы до начала ног и длина руки для того чтобы вы могли его вынуть ну или обратно вставить вот эта катана она в два раза толще и в два с половиной рада тяжелее обычного японского меча это тоже особенность вот этого меча дело в том что ну ничего более мощного не существует вот в принципе вот этот вот меч может содержит соперничать при ударе лезвия лезвия да с любым в принципе мечом когда-либо выпускавшимся кем бы то ни было да но он для этого и сделан на пробивающий способность его но здесь по роквеллу до 65 хрц вот понятно что таких стали ни на каком мече больше нет да тем более в такой массе в такой толщине и он пробивает любой кевларовую любую кевларовую защиту да то есть даже если там броник то межплитовое расстояние да можно нормально в бронике там до кого угодно заколоть соответственно исходя из ваших возможностей вы должны себе и заказывать меч там да вот сейчас мы перейдем непосредственно к технике применения да и для чего это вообще надо но тем не менее вот смотрите да в магазине по продаже арчери товаров продаются значит японские мечи я сначала думаю что это все хуйня а потом соответственно уточнил у лёша борисова да оказалось что это не то что вот солишки то прут вот всякую херню да это full танги которые там на месте изготавливают в ростове да люди которые и занимаются и сертификации да конечно купить там сувенирку тоже можно но это в основном мечи которые являются в достаточной степени боевыми да поэтому я в первое время даже был удивлен что мне там не предлагается заняться их продвижением да а потом понял узнал что это все под заказ вещи тогда чего рекламировать вещи которые соответственно у вас есть возможность заказать вы заказываете и получаете это как луки кряжева да можно только в самом начале узнать про мастера да дальше уже долго понимать что же вам надо да заказывать у него эту вещь там до ждать ее там соответственно месяц-два там да вот получить понять что это вот не совсем то что вы себе представляли когда делали заказ вот на основе ваших пожеланий у вас появляется следующий вы заказываете следующий и так пока там на пятом или на десятом не получаете там да то что подходит именно вам вот так и здесь да поэтому рекламировать в принципе то нечего да можно дать просто людям понимание того что им нужно чтобы вы не на 3 на 5 на 10 что-то купили да соответственно сократили этот путь для до минимума вот поэтому что вам надлежит купить без вопросов да вот этот мешочек зелененький да или черненький да он вообще-то для огнестрельного оружия но вот этот рукавчик его можно использовать как угодно как бандану как шарфик как удавку как лямки заплечного рюкзака как закрытие соответственно почек там всего когда вы там где-то спите там да или подмёрзли одевать рукавом на руку до использовать как длинный мешок обвязав его вот здесь вот как скатку в одеяльную насобирав туда травы или еще чего-то вещи и так далее переправляясь куда-то еще то одевать на ногу для иммобилизации там конечности до которая повреждена подвязывать это руку ногу да чё хотите вот еще одно применение вот этого вот соответственно холщового мешка в который можно спрятать и копьем мусины и стрелы и лук и катану и вот все что хотите да как-то носится в принципе конечно можно использовать там любой шнур завязал удавку раз затянул две вот сюда эти самые вот и за плечами как рюкзак у вас будет висеть да но я использую либо оружейные ремни либо просто ремни от фотоаппарата то есть если у вас катана легкая то вот ремень от фотоаппарата обычный да вот он соответственно и снимается да сразу с обоих эти самые одевается и носится нормально да то есть вы в принципе вот как бы отправляя катану за спину да вы соответственно здесь она там цубы и цука сверху да соответственно вот у вас достается а здесь вы можете рукой это доставать вот то есть это вот такой вот заплечный вариант вы конечно можете это носить во всех вариантах которые соответственно там предполагает ношение там оружия либо на плече либо вот так вот да либо там вот наши его так вот да положив руки здесь и так далее то есть ремень от фотоаппарата он дает вам возможность носить эту штуку как угодно это предохраняет меч от всего вплоть даже от осадков да в ограниченном как каком-то объеме но от веток грязи всякой херни и так далее ношение сверху спереди она обусловлен даже если вы соответственно потопе идете или что-то или соответственно какое-то столкновение это разумевается у вас всегда это все под руками и всегда вот все это в готовности да вы можете это как угодно носить и даже собственно говоря не столько как ружье сколько вот так вот как автомат да поэтому соответственно могут быть трехточечные оружейные ремни это вот как хотите да вот но самое простое этого вот этот мешочек туда и стрелы и лук можно положить и все но применение этого в целях безопасности она вы знаете наиболее логично человек самый страшный зверь в лесу в аудо или вообще где-либо это человек больше всего вам следует оповтор опасаться встретить с человеком вот поэтому японский меч на самом деле господи вы в новостную ленту посмотрите там да в москве посреди бела дня ножом режут тюрики спецназовца который из травмата решил их соответственно привлечь в порядку после того как они с ножом напали на другого до белого человека да и соответственно начал товарищ спецназовец вот пришел стрелять в воздух для начала хуёво вы учите ваших спецназовцев первый выстрел всегда должен быть в голову и без предупреждения и только в конце когда все уже подохли можно стрелять в воздухе и кричать стой стреляю блин да или прекратите нападать там да вот в голову без предупреждения всегда блять вот все остальное потом лучше вас там следователи помучают там да или вам дадут условно блин да вот чем закопают а чурбак через блин полторушку блять выйдет блять посидев в колонии блин нормально послушав там хаванагилу блять и пожрав свинины блять вот значит если вы уже что-то взяли и начали доставать чтобы применять вы это примените блять вот поэтому всегда что-то беря вы обдумываете процесс как это будет протекать когда случится то для чего вы это все взяли как-то будет протекать человек который с вами встречается он соответственно сомневается что там внутри да но предполагает что там что-то нехорошее как бы в россии предполагать что там японский меч ну достаточно затруднительно и даже если у товарища возникнут подозрения по этому поводу не надо бы ковать не надо предупреждать не надо ничего самая лучшая защита это нападение потом разберемся блять вот бог простит у него профессия такая он ее выбрал никто не заставлял вот значит соответственно дезориентация противника до первое если кто-то что-то там докопался до дай закурить и так далее да не ебет частый покуришь блять вот вы берете вот это дело медь он работает тогда когда он у вас в ведущей руке если у вас соответственно ведущая рука право вы сразу беретесь до соответственно чтобы произошел удар у вас должен быть заман да все остальное должно быть где-то далеко пока вы будете замахиваться и пытаться бить человек может уйти от удара а б применить любое другое оружие в том числе огнестрел неважно для чего это у него было он просто хотел докопаться допустим вы этого не знаете блин да когда он будет лежать с выбитыми зубами в соплях вы извинитесь блять это будет потом вот не хуй было подходить вот поэтому чтобы вот не уходило время на вот замах и все остальное прочее товарищ не мог чего-нибудь применить да вы делаете что первое ведущей рукой взявшись за упорную штуку до чтобы соответственно ну не будем вас мучить и вы тубами и суками минутим летели и прочими там саями блин да по-русски буду изъясняться да гарда чтобы и рукоять блин да были в упоре блин да первое движение блин да у вас все в чехле непонятно что это у вас то если расстояние достаточное нам для нападения нападайте первое удар либо в лицо либо соответственно в незащищенную часть корпуса в поддых допустим да но лучше в лицо первый удар в лицо второй удар должен быть добивающий сбивающий все должно идти в связке второй удар вот вы в готовности у вас рука согнута а это у вас рычаг и вы сразу наносите удар в висок рукоять то есть первая вещь которую нужно сделать лицо висок либо это корпус либо отбивая удар товарища который вслед за вот этим может автоматически вам с вертушки прилететь если товарищ подготовлены после этого у вас рукоять оказывается впереди в том положении который нужен для замаха и дальше вы уже ребром наносите третий удар сверху желательно в голову а если товарищ сбит и показал шею то для того чтобы сломать ему на хуй шею ну либо позвоночник либо почки до либо ну самом легком случае конечность которая в этот момент отделилась потому что он копытами к верху лежит до в боковой плоскости потому что в поперечно сгибающей жесткость это имеет большую чем перпендикулярные поэтому ножку то ему сразу надо подломить поэтому раз два и удар сверху блин двумя руками рубище эти сам плоские удары боковой частью они нужны для бабы по жопе не более чем вот это первая вещь которую нужно сделать если товарищ каким-то образом обратил в лесу где можно доебаться к любой сосне на вас внимание и подошел и ваша ебалая ему не понравилось или его вам а нехуй разговаривать свидетелей вокруг нет ваше слово против его поэтому первым делом товарища кладем в даун не ебет в лесу никогда никто кроме долобоеба грибника к вам не подойдет если у товарища в руках что-то или нет большого лукошка с грибами его можно смело ебашить он там не для этого и вообще в лесу ходят для уединения блять они для того чтобы пообщаться вот поэтому блять принцип такой в кавычках да встретил убей нахуй вот нехуй было шляться вот первый удар в морду второй удар в висок блять или в то что вам летит и третий удар уже замах по голове вы тем самым компенсируете время которое блин понадобилось бы вам он уже все это видит и уклоняется да а так вы ему ничего не дали времени бац бац хуяк сверху блять вот эта связка которую вам нужно знать это все что происходило до распаковывания мяча в том случае если дистанция достаточная то есть достаточно короткая для мяча нужна дистанция если дистанции практически мало и вы что-то там делаете в ограниченном помещении это уже вакидзаси танто да то есть вот это как бы длинная катана да в две трети грубо говоря этого кидзаси там да в одну четвертую грубо говоря это танто или нож ну и четвертый нож который запихивается вот здесь между цуба и цукой до специальный паз это уже скрытый нож тот который если там вы там изымают оружие или еще что-то там да или вот вы его сами куда-то сдаете или вы хотите нанести скрытый удар вы его вот это вот этим пальцем тихо отсюда вынимаете блять из рукояти до нож даете отвлекаете меч даете отвлекаете внимание а сами наносите удары вот этим вот ножом который в рукояти это четвертый до соответственно боевой предмет холодного оружия который имеется вот в этой японской четверки катана вакидзаси танто и соответственно нож между цуба и цукой засунутое ну он там бывает не обязательно нож там шило там метательный стилет там блин расчески всякие всякой хуй там вот но вообще это должен быть нож которым оперирует при смене оплетки до выбивание соответственно чопов из рукояти которые держат до конические вот обрезание ногтей и ковыряние в зубах вот и соответственно ну нож для еды конечно в первую очередь подрезать мясо основное предназначение первое но и скрытый нож для нападения который можно имитать в том числе вот если расстояние до товарища большое и и вам даже мечом его не достать да вот тогда возникает следующая ситуация а вы у товарища видите огнестрел да или еще что-то или явные какие-то враждебные намерения да то следует вот дезориентировать вы снимаете меч и если вы видите его агрессивность не надо нападать быковать и все остальное прочее надо сократить расстояние до начала нападения да для этого без военной хитрости нет внезапности без внезапности нет победы дау блин противник должен быть обманут для обмана все средства хороши как и защиты это общий принцип иераспруденции вы на процессе можете врать как угодно блять в соответствии даже с российским законодательством тот кто защищается может пиздеть на все сто процентов он наказанию за это не подлежит это его право данное вам даже по закону блять какая мораль в жопу блять кто остался жив тот и мораль блять и закон соответственно вы начинаете говорить чувак я тебе не делал ничего плохого блин у меня вот японский спиннинг он тысяч двадцать стоит блин да я тебе сейчас его покажу возьми блять спиннинг меня не трогай блять вот и вот он вот он вот и вот хорош спин продаж всегда блять он нихуя не поймет а подозрение у него что это блять было что-то или палка блять вашим голосом блять словами блять и рассказом про японский спиннинг блять а рукоять хуй его знает может у спиннинга там такая рукоять блять вы так блять сходу не поймете пока ваш а вы уже собственно говоря достали меч блять и в этот момент вы подходите над дистанцию его применения все понятно да то есть если ничего не понятно блять три удара блять лицо висок или конечность блять и соответственно рубящий блять желательно по голове блять или по шее там да со всей дури двумя руками блять да дальше разберемся хули ты там с грибами делала и хотел до меня доебаться вот а если расстояние большое блять вот и товарищ с чем-то блять очень неприятным до имеющим большую дистанцию применения да вы начинаете ебать мозг блин да чувак блин проблемы я тут вообще блять я ничего не видел блять тебя не знаю все хорошо блять не трогайте меня блять возьми спиннинг вот посмотри какой хороший неважно что он говорит вы ему предлагаете блять спиннинг нахуй вот естественно если это бандиты к сожалению в последнее время очень часто встречается что даже сотрудники дпс которые блин в виде бандитов грабят всех на трассы и так далее блять они даже форме и так далее не надо слепо никому доверять блять нехуй делать товарищу блять в лесу форме блять или во всем чем-то тем более с оружием блять да вот поэтому и сами не подходите там да к людям которые вообще в принципе в лесу что-либо делают да и старайтесь в этом районе не находиться если вы заметили кто где-то что-то делает этого только долбоебы грибники блять постоянно ну и они потом блять исчезают нахуй очень надолго блять вот поэтому в принципе встреча со самым страшным зверем блин человеком она соответственно должна закончиться для вас успешно блять двух вариантах первый вариант блять нелетальный блять после третьего рубящего удара бля по голове и шее блять вы начинаете разбираться кто такой чего хотел блять вот если понятно что товарищ агрессивно настроены у него имеется оружие блять значит отмазками для юриспруденции такая блять угрожал убийством блять говорил фразу блять я тебя убью иди сюда направлял на меня оружие в руках оружие такое-то дистанция менее трех метров все можете убивать блять свидетелей нет блять вот соответственно по факту огнестрел всякая хуйня и так далее даже если вы собрались потом с этим разбираться ну а нет ну и хуй с ним блять там вот нехуй было лезть и соответственно дальше если это человек мы пока вот про самого опасного зверя да про все остальное потом и если это в принципе уже какой-то блин там драка бой там блять или какая-то хуйня блять да что очень невероятно да когда возникает на живой бой дизайнников учат и все остальное ну тогда когда этот долбоеб не убил противника блять на дистанции огневого соприкосновения были когда он проебал автомат гранаты блять пистолет блять и все что хотите блять да штатный ротный пулемет и так далее блять них и да ему встретился такой же долбоеб у которого осталось только один нож бляда и тогда они вступают блять на живую схватку да то есть тот кто вступил в эту схватку блин да он и живой будет да не только он но его противник дебилы блять а вот дальше вступает в соответственно в действие правила мусаси одно из главных правил боя вообще чем-либо то ни было блять а на самом деле все там шон там тихтование на мечах там да и так далее нет он вообще боевом столкновении в принципе рассуждал противник должен умереть с первого удара какое пизду фехтование были все вот эти кат и будет это так это это тогда блин когда у вас там блин шарашка на шарашку блин палками махались в вашей в реальности если вы собираетесь с кем-то блин биться на мечах флаг вам руки учите вот это вот все блин если вы реально выживаете или собираетесь там кого-то грохнуть блин да то это никакого отношения блин к этому блин к этой цели не имеет да противник должен умереть с первого удара катана вам может пригодиться в первую очередь для защиты от самого страшного животного которые можете встретить в лесу или ситуации выживания в дороге там и так далее от человека да это главный объект поражение второе естественно вы можете этим добыть себе еду создать убежище прорубить проход там в каком-то подлеске легко и просто нарубить не только там чего-то дров в том числе ну вы сами понимаете что вот с таким мечом это можно сделать сувенирной или стандартной японской катаной сделать этого нельзя давно у них климат теплый да вот бамбук они рубят соответственно на соревнованиях по рассеканию да вот дело в том что ну здесь мы нет опор не нужен да соответственно вот с таким лезвием из такой стали для того чтобы нарубить там сучьев там хворост или еще чего-то не на подстилку но и так далее да и можно деревья с нескольких ударов там рубить там да достаточно высокий при этом ситуация резания здесь не соизмеримо с топором да вот легкую убежище создать очень просто маскировки нарубить вообще элементарно да не топор там где попал по веточке а сразу херак полукроны влево херак полукроны вправо вот поэтому меч гораздо предпочтительнее ну ясное дело что всякие собачьи типа волк лисица бешеные там да или еще что-то это ну вы сами понимаете с этим управиться очень легко и просто до ситуация кабан но это не колочный нож это вот как бы такой меч да что у кабана шансов там мало даже если вы просто стоите на земле если это что-то посильнее или кабан все качество да ну вы заранее должны предполагать что у вас там должно быть там либо 6 дикий леопард мультитул мусин который там видео тоже есть посмотрите что это такое здесь рукоять достаточно для того чтобы сделать из этого рогать но вы знаете есть специальный вид оружия где катана на конце до древка копья вот у японцев то же самое вы сделаете из чего угодно да вот и соответственно вот с такой пика или рогатиной любой медведь собственно говоря в очень большой опасности но в этом случае вот гарда служит для предотвращения проседания зверя на пику относительно вас там да естественно вот таким лезвием у него шансов никаких нет сломать его ударом лапы нет если вы без древка это будете соответственно делать то медведь одним ударом может это отбить и даже если вы его там на сайте то и соответственно до вас и просядет и все равно вас достанет поэтому в случае с медведем нужно просто вот некий удлинитель в виде посох с собой постоянно иметь его сюда прикладить и вот этот ремень он используется сразу для того чтобы это вместе быстро связать там да ну вы естественно его не за три секунды там увидите да но если увидите за три секунды но уже совсем другой способ способ подскока до используется да с рубящим ударом вот успеть надо отскочить в сторону до соответственно вы должны одеты быть легко там тяжелых сапог ботинок и всего этого остального у вас не должно быть но для этого есть специальная обувь до в россии и сейчас уже стали продавать и делать в москве и и шьют там то ли на автозаводской то ли на электрозаводской japan shoes называется магазин там да это соответственно ниндзя обувь до ниндзя шусь вот с отдельным пальцем но мобильность очень высокая гибкая нога легкая обувь и там вот рыболовные сапоги на этой подошве колодка там полностью подошва японская летая настоящая натурально а верх наши шьют а вот в варианте с рыболовные сапоги да это вообще чисто японо-китайское производство полностью русские там ручки свои поганые не прикладывают да поэтому вот там можно либо взять нинза шусь классику вот либо японский рыболов да но они там 7 800 стоит пара нормальная цена для хорошей обуви поэтому рекомендую поэтому при изготовлении катана вы должны иметь ввиду что если вы это для выживания то японские мечи родные которые там у них используются вода кованые из вот этих вот там как правило четверного вида сэндвичей да они соответственно не пригодны для того чтобы выдерживать боковой удар то есть если вы смотрели фильмы там последний самура или что-нибудь в этом роде вы понимаете что в конце там до товарищи шинсенгуми да вот с таким с молнией зевса мечен место меча там до до конца дошел вот этот меч как бы там неважно что с ним встретилась он останется нормальным да поэтому вам следует понимать для чего вам этот меч нужен да естественно если вам нужен для ситуации выживания он должен быть покороче обычные катаны с чуть меньшим изгибом с большей прочностью слоеные нержавейки в первую очередь нужно использовать для этого до изготавливать его по своей антопрометрии делать его примерно вдвое толще стандартов на обычную традиционной японскую катану значит первая связка которая должна уже у вас быть если оружие у вас в чехле вы делаете вид что вы развязываете чехол вы говорите что это у меня японский спиннинг возьми меня не трогай при этом сами наносите удар в лицо тут же добивающий и дальше уже должен идти удар либо мечом либо соответственно раз-два и дальше двойной в голове вот это первая связка которую вы должны знать но первое правило мусаси первый удар должен быть смертельным он от пояса делается вот таким образом с разворотом если берете разворачиваете пошел удар поэтому в принципе в искусстве фитхаване японским мечом есть масса техник стилей и различных приемов но связки должны быть первая та которая даст вам сделать первый замах для этого вам нужно время время выигрывается двумя ударами удар в голову удар сбивающий противника и удар поражающий вот это первая связка которая должна идти все ее знают но против нее нет никакой защиты соответственно если вы бьете человека не с целью его убить сразу вы бьете прямо в нужно лицо дальше он пытается отвечать либо ногой либо рукой отбиваете удар в голову в ножнах вот это тоже связка только здесь она была от пояса голым мечом вот а в варианте не летально это будет лицо голова удар двумя руками сверху в теме ну и завеса меча этот удар тоже может стать летальным если вам предстоит соответственно с кем-то драться не дай бог фехтовать там да но даже если против оглобли да не забудьте вот этот шнур использовать для приматывания руки к телу меча одной до соответственно ну вокруг обматывается несколько раз но это вообще делается несколько другим предметом поясом да вот так как у вас традиционного пояса японского может не быть но вы можете поставить ремень чтобы не только на лямку служил но был достаточно широким более крепким для того чтобы приматывать меч к руке чтобы в случае чего у вас его не выбили он у вас не выпил при провождении там пальцев или еще что-то там рефлекторно разжали меч выпал и так далее начинает ситуация где валяется мой меч приматали вопросов нет еще вам нужно соответственно веревка вот такая вот капоновая удавка до для того чтобы это все носить в том числе и когда основной ремень вот катаны находится в чехле чехол трикотажный оружейный достаточно длинный покупайте на али вот соответственно это позволяет хранить катану носить ее скрытно там даже в общественном транспорте где угодно да это считается оружие в чехле да так же как и огнестрел да все она упакована это чехол это даже по закону так значит кофры никакие не нужны не для оружия не для чего вот ну и здесь соответственно бережет от осадков от веток от повреждения ножен там от поцарапывания там да от всего ну ну и так далее да и вот вы вот эту штуковину одевайте либо ремень от фотоаппарата или соответственно ремень от огнестрела да или вот той же самой веревкой до который мы пользуемся для ношения самого мяча закрепляете его за спиной ну вот как бы в таком вот варианте это уже как бы транспортный вот вариант когда вы просто там куда-то едете да ну то есть может можете ехать там в общественном транспорте можете ехать где угодно это законно оружие не оружие вернее да ну у вас естественно сертификат должен быть на это дело вот мне вам сертификат на изготовляемые катаны сделают ну как в общем-то во всех остальных местах вам все это всегда сертифицируют и вы можете всегда это все предъявлять потому что отсутствуют признаки да да какая бы там стали не было ну естественно это должен быть full tank то в первую очередь ну и вот по все либо на отдельный меч либо на меч в чехле сверху для скрытности одевать лучше худи для того чтобы скрыть катану вот в таком положении либо без чехла либо в чехле применяется худи да ну робин гуд это роб ин худ разбойник в капюшоне никогда его робином не звали сроду до специальные худи вот допустим монг стартс да ну это монг стартс deer hunter американская одежда очень хорошая кому вот комплект нужен 3xl а специально нужно брать побольше размером для того чтобы сверху на одежду это одевать и никого не нервировать до 80 долларов стоит вот этот американский комплект он двухсторонний смысле у меня да вот можете забрать по факту наличие 3xl вот этот комплект так вот я с мечом собственно говоря я даже могу вот это вот снять и не будет заметно что у меня задний меч вообще то есть понимаете да если снизу он меня ниже задницы не опускается а сверху выше головы то выглядеть это будет вот так я могу поднять руки сдаться в плен и здесь ну даже если я вот шел таким образом блин да я соответственно могу сдаться в плен там очень просто здесь я уже держу меч для удара если у меня там нет чехла просто обычный меч висит то я сразу вот так вот и ударный нинус нанесу если бы у меня кота нависела вот так вот здесь она была бы видно а так у меня соответственно ее не видно даже со спины если до меня задержит или что и сзади она у меня нет торчит хоть лягу хоть сяду хоть что до хоть меня по спине бей так далее да если у меня там меч без чехла я соответственно сразу могу выхватить медь если у меня меч в чехле вот верхняя часть которая здесь двойная вот здесь мне нужно просто выдернуть петлю да и соответственно расчехлить несколько увеличивается соответственно конечно время реакции но тем не менее пока люди там разговаривают и выводятся вы здесь можете спокойно там делать что угодно там вынимать эти веревки и так далее вот поэтому робин гуд не зря носил капюшон поэтому правильное ношение катаны что ее ремень на ней так и есть а дополнительная веревка держит ее вот в режиме рюкзачка она не выступает там да при вот обычном положении ровном тело за размер вашей головы вот и вы соответственно все это скрываете соответствующей одеждой да вот я с катаной да то есть я в любой момент могу этот меч до подготовившись да да даже освободив заранее его рукоять я могу вот спряча ее за головой шапочки подойти и сразу достав нанести удар в общем я вам в целом рассказал какие требования к мечу должны быть если вы его заказываете значит длина рукояти в 3 ширины ваших ладоней чтобы между двумя помещалась третье диаметр рукояти чтобы пальцы у вас уходили в замок длина всего меча от макушки до расстояния между ног плюс требования когда цука находится вот в нижнем положении здесь вот где конец майки да чтобы она позволяла вам вынимать меч соответственно не двигая ножны относительно длины руки толщина лезвия соответственно если вы хотите мощный меч то 8 9 миллиметров ну у обычного меча 5 в конце где-то 3 в идеале стали обычно там предсто там 10 чем-нибудь либо 35 это стандартный меч безусловно должен быть full танк при этом сталь чем лучше тем лучше ну насколько у вас хватает денег ну оптимальный вариант это дамаск из слоеных и булатов нержавеющих до легированные хром ванадиевые молибденовые стали там могут быть до у бюджетных моделей если вы хотите японские стали ну самый минимальный вариант это аус 8 лучше всего конечно в г-10 можно аус 10 это аичи металл и таки фу спешил стил да две фирмы японские выпускают но мечи и все остальное прочее из них делают и в китае способ ковки бюджетные сосу китая он же называется косу ми вот оплетка простроченные простроченные хлопчатобумажная тесьма ну в качестве кожи на обкладке я предпочитаю ставить везде кожу ската рифленая исключает скольжение стойкая к влаге вот все требования плюс дизайн вот и идеальный вариант на настоящий момент full танки доступны к заказу на ортман точка ру андрей шалыгин national explorer катана в условиях выживания первичные требования по приобретению и изготовлению далеко отстоящее живота